Министр обороны Швеции Пол Янсон, «Мы должны быть готовы, что война может быть долгой». Об итогах встречи в Рамштайне, поставках Украине самолетов и снарядов, контрнаступлении, членстве Швеции и Украины в НАТО, в блиц-интервью РБК «Украина» в кулуарах Рамштайновской конференции, рассказал министр обороны Швеции Пол Янсон. Вчерашнюю, одиннадцатую по счету встречу, контактной группы по помощи Украине, в обиходе рамштайновский формат, часто называли юбилейной. Ведь первая такая встреча, тоже на американской авиабазе «Рамштайн» в юго-западной Германии, состоялась почти год назад 26 апреля 2022 года. За это время запросы Украины, объем и сложность предоставляемых западными союзниками вооружений, очень изменились. По словам министра обороны Алексея Резникова, из его списка пожеланий незакрытым остался только один пункт, о современных западных самолетах. Но и этот вопрос, уверен Резников, удастся решить в обозримом будущем. На самой встрече в Рамштайне приоритет, отдавался наземным средствам ПВО, логистике и амуниции. Как подчеркнул в разговоре с РБК «Украина», министр обороны Швеции Пол Янсон, в нынешней фазе войны безопасность снабжения, является ключевым фактором. Его страна, Швеция, находится уже на самом пороге НАТО, и ее вступление в Альянс блокирует Венгрия и Турция. Янсон надеется, что уже к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе последние препятствия будут сняты. У Украины тоже большие ожидания, от летнего саммита по словам президента Владимира Зеленского, мы рассчитываем получить политическое приглашение в Альянс. Западные союзники Украины эту тему, пока комментируют сдержанно. В Рамштайне они многократно подчеркивали, что сейчас в приоритете защита Украины, от продолжающейся российской агрессии, а вопрос членства в НАТО стоит обсуждать позже. Довольны ли вы встречей в Рамштайне? Ваши ожидания оправдались? Я думаю, что встреча была очень хорошей. Она продемонстрировала единство более чем 50 стран, которые поддерживают Украину в различных формах, в том числе военной техникой. Сегодня стало ясно, насколько важно для Украины, иметь больше систем ПВО. Швеция конечно уже предоставила Украине, среди прочего, системы КЗРК, ХОК и РЕСТИ. Так что ПВО имеет решающее значение. Другой вопрос, о котором мы говорили, заключался в том, насколько важно сейчас также обеспечивать логистическую поддержку военных активов и возможностей, которые мы предоставляем Украине. Конечно это потребует значительного международного сотрудничества. И мы добились хорошего прогресса в этом, особенно в отношении работы с танками «Леопард». А что насчет самолетов? В чем проблема с ними? Почему западные страны способны предоставить почти все, танки, артиллерию, но не истребители? У меня нет принципиальных возражений против того, что страны, как Польша и Словакия, предоставляют самолеты Украины. Я думаю, что это хорошо. Швеции трудно отказаться от тех самолетов, которые у нас есть для защиты нашей территории, потому что они имеют решающее значение. Но я не исключаю никаких возможностей. Крайне важно, чтобы Украина могла поддерживать превосходство в воздухе. Это может быть осуществлено с помощью самолетов, или увеличение количества систем противовоздушной обороны. Был очень четкий месседж, как от министра Резникова, так и от министра Остина, что противовоздушная оборона, действительно имеет решающее значение для Украины. Считаете ли вы, что западные союзники предоставили Украине достаточно оружия, для нашего будущего контрнаступления? И чтобы оно было успешным. Мы предоставили сотни танков, различных артиллерийских систем и тысячи броневиков. Думаю это важно для весеннего наступления. Но я думаю, что мы должны быть готовы, что война может быть долгой, к сожалению. И поэтому очень важно сделать две вещи. Во-первых конечно убедиться, что мы можем обеспечить логистику, запчасти, боеприпасы. В настоящее время Швеция председательствует в Евросоюзе, и мы прилагаем все усилия, чтобы активизировать поддержку внутри ЕС, чтобы мы могли выполнить обязательства по предоставлению, до 1 миллиона артиллерийских снарядов, в течение одного года. Это имеет ключевое значение. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, публично выразил свое разочарование тем, что Евросоюз не может воплотить, свое совместное решение о закупке боеприпасов для Украины. Причина внутреннее противоречие между отдельными членами ЕС. Не является эта ситуация плохим знаком, я не хочу слишком много рассуждать, о внутренней механике и динамике в ЕС. Но я думаю, что ЕС действовал достаточно быстро. Это предложение поступило от Эстонии несколько месяцев назад, и на встрече 20 марта этого года мы решили, что будем его реализовывать. Конечно время имеет значение, и мы не можем зацикливаться на дискуссиях о том, как мы будем осуществлять закупки. Важно убедиться, что у нас также есть промышленные мощности, для фактической закупки этих снарядов, и что мы можем производить их в достаточном количестве. Это большой вызов. Я думаю, что у многих из нас есть веские причины подумать, как о стратегии ВПК, так и о том, что мы можем сделать, чтобы нарастить производство артиллерийских снарядов. У меня позавчера была встреча с еврокомиссаром Бретоном, комиссар ЕС, по вопросам внутреннего рынка Тири Бретон, редакция. Он был в Швеции, он ездит по многим странам, и я приветствую это. Он путешествует по Европе, чтобы увидеть производство, поговорить с представителями отрасли, и мы готовы сделать все необходимое, чтобы нарастить производство. Так что дело не только в механизме закупок, но и в наращивании производственных мощностей. Может ли текущая нехватка артиллерийских снарядов как в украинской, так и в российской армии, привести войну к велотекущей фазе? Мне кажется, что это, в определенной степени, война на истощение, война, в которой безопасность снабжения действительно является ключевой. И поэтому мы, сейчас в Швеции пересматриваем наши промышленные мощности, чтобы показать, что у нас есть промышленная база, которая одновременно может гарантировать, что мы увеличиваем до 2% ВВП наши расходы на оборону, и в то же время делать больше, чтобы поддерживать Украину в ее долгом пути. Швеция пока не член НАТО, причины всем известны. Вы ожидаете, что ваша страна вступит в НАТО, в очень обозримом будущем, скажем в течение следующих месяцев. Я надеюсь, что к саммиту в Вильнюсе 11-12 июля, мы сможем присоединиться к Альянсу, и мы чувствуем сильную поддержку нашей заявки. Я имел честь принимать министра обороны Остина два дня назад в Швеции, и он сказал, что очень важно, чтобы Швеция стала членом Альянса к Вильнюскому саммиту. Конечно мы с уважением относимся к тому факту, что только Турция может принимать решения за Турцию, только Венгрия может принимать решения за Венгрию, но мы чувствуем очень сильную поддержку нашей заявки в НАТО. А что касается вступления Украины. Есть много позиций на этот счет. Генсек Столтенберг говорит одно, украинский президент Зеленский другое, министр обороны Германии Борис Писториус говорит то, что говорит. Вы поддержите присоединение Украины к НАТО, сразу после того, как эта война закончится нашей победой. Но мы еще не член Альянса. Так что в этом отношении мне трудно озвучить позицию. Но есть две вещи, о которых я хочу заявить четко. Во-первых, это важность 10 статьи Североатлантического договора, которая означает политику открытых дверей, это важно для Швеции, это важно для Украины. И я думаю, что Евроатлантическое сообщество будет сильнее, когда все страны будут иметь право выбирать, свой собственный путь к обеспечению безопасности, будь то Швеция или Украина. И мы всегда будем бороться за то, чтобы дверь была открыта. Еще одна вещь, которую я хотел бы повторить это, конечно соглашение, достигнутое в Бухаресте в 2008 году, оно было очень ясным, Украина и Грузия станут членами НАТО.